Доброго времени суток, с вами снова Хранитель, и это обновленный туториал для игры Мехапокалипсис Проджект. Управление внутри ангара камерой производится с помощью средней клавиши мыши. Зажать, удерживать и двигать мышью – это вращение камеры. Скролить – это зум. Справа указаны классы деталей – корпус, оружие, оборудование, подсистема, которые в данный момент недоступны, и меню. Наверху показаны кнопки огневых групп и кнопка настройки оружия. Кнопка слева открывает список деталей. Также наверху есть фильтры размеров – легкий, средний, тяжелый, колоссальный, и все, включить и выключить. Вы можете использовать их, чтобы сократить количество обозреваемых деталей. Также слева показываются характеристики меха, такие как вес и энергия. А также способности меха или обилки. Сборка меха начинается с установки ног. Для этого выберите класс – корпус, нажмите тип ноги и выберите любые из доступных. Для того, чтобы установить деталь ног, достаточно просто нажать на их название и затем на картинку. Сейчас я выберу легкие ноги. Все последующие детали устанавливаются на хардпоинты. Хардпоинты показывают размер детали и тип деталей, которые можно установить. Например, на этот хардпоинт можно установить только легкий корпус. Сейчас мы установим его. Прекрасно! Дальше мы можем установить руки. Деталь можно установить приблизив ее к хардпоинту и дождавшись, пока она прикрепится к нему, и потом нажать левую кнопку мыши. Либо же нажать на саму иконку хардпоинта. Основные детали корпуса установлены. Теперь установим оружие. Как видно на этих хардпоинтах, на них можно установить только легкое, лазерное и баллистическое оружие. Если я попробую установить среднее оружие, оно отобразится красным. И я не смогу его установить даже, кликнув на кнопки хардпоинта. Чтобы удалить деталь, кликните на красном кресике. Установим лазер и пулемет. Для того, чтобы оружие стреляло так, как нам нужно, нужно присвоить ему огневые группы. По умолчанию, у баллистического и лазерного оружия огневая группа это 1, у ракетного 2. Для того, чтобы установить огневую группу, нажмите на любую из цифр, а затем на шестиугольник, появившийся над каждым оружием. Для того, чтобы осуществить тонкую настройку оружия, нажмите на кнопку настройки оружия и затем на шестиугольник. Слева мы увидим характеристики оружия, справа снаряды, которые мы можем установить. Снаряды можно поменять только у ракетного и баллистического оружия. У лазеров можно поменять количество страчущейся энергии. Это увеличит расход энергии в секунду во время стрельбы, но также существуют ограничения по весу и производимой энергии. Если вес меха станет оранжевым, значит мех будет двигаться гораздо медленнее. Если красным, вы не сможете вывести его ни на стрельбище, ни на карту. То же самое с энергией. Как видите, этот мех готов к выходу. Так что давайте его протестируем. Выведем мех на стрельбище. Управление осуществляется мучью и кнопками WSAD. Прыжок это пробел и shift это ускорение. Также, как вы видите, если нажать клавишу Alt, то можно увидеть курсор. Он служит для того, чтобы открыть меню. Или воспользоваться какими-нибудь способностями меха. Трельба осуществляется следующим образом. Первая огневая группа это левая кнопка мыши. Вторая огневая группа правая кнопка мыши. Третья средняя кнопка мыши. Четвертая и пятая это соответственно кнопки 4 и 5. Для того, чтобы пополнить боезапас, поднимите в зеленый вращающийся контейнер. Также в игре есть 5 слотов сохранения меха. По умолчанию мех сохраняется в первом слоте. Однако вы можете выбрать второй. И создать на нем нового меха. Например, среднего. Помимо стрельбища, на котором можно протестировать своего меха, есть еще и генератор карт. С помощью него в дальнейшем будут генерироваться уровни. Вот в общем-то и все, что я хотел вам рассказать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подобили подробную информацию, вы сможете найти их в описании видео. А также вы там найдете последний рабочий билд. И да благословит вас он веселее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!